Уважаемые друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня речь пойдет о самочках-канарейках и о диких певчих птицах, а именно о щеглах. Разберем содержание, гибридизацию, подготовку птиц. Но перед тем, как начать, хочу сделать небольшую рекламу. Клеточки и гнезда. Сейчас покажу вам собственное производство клетки и гнезда для разведения канареек, гибридизации. И вот перед вами представлена клетка. Ручной работы выполнена полностью из дерева. Размеры клетки. Длина 70 сантиметров, высота 50 сантиметров, глубина или ширина клетки 30 сантиметров. Данная клетка предназначена для разведения канареек, щеглов, чижей, снегирей. В принципе, вот любой птицы. Многие также держат в таких клетках, как карел, лазурных попугаев, певчих. И в принципе успешно там все у них размножается. Клетка оборудована поилкой, уже удобно. Ну, все подходит, хорошенько держится. Здесь, значит, есть две дверцы. Заказчик попросил две дверцы, сделали две дверцы. Также здесь есть кормушка. Вот она. Кормушку достаете, специальные крючки, а там специальное место. Вы ее ставите. Все, кормушка на месте. На дверку можно будет вешать купалку. Птицы любят очень купаться. Также здесь есть поддон. Очень легко убирается. Поддон чистится, моется. Обработано все специальным лаком. Птицы, это все полезно, все хорошо. Вот такая клеточка. Кому кто заинтересовался, пожалуйста, пишите на WhatsApp. Эта клеточка поедет у нас сегодня в Белгород. Белгороду большой-большой привет. Привет. Клетка готова. Скоро будет. Так, что касается гнездышек. Тут вот я спрятал за клеточкой. Вот такие гнезда. Сейчас я вам подробно покажу. Гнезда это обязательно для разведения. Также, друзья, не устаю повторять. Вот такую вот книжечку приобретите. Есть в электронном виде. Читайте. Очень полезная книжка по содержанию канареек, перчих лесных птиц. И также здесь есть о гибридизации и прочее. Что касается гнездышек. Гнездышки у нас в наличии специально для разведения канареек. По желанию, можем здесь еще поставить крючки. С помощью крючков будут гнезда крепиться на сетку клетки. Некоторые протыкают шпажки. Также в угол ставят две шпажки и она на шпажках держится. Значит, смотрите. Есть гнездо из джута. Плотная. Толщина стенки, толщина дна примерно сантиметр. Плюс-минус миллиметр. В общем, сантиметр. То есть дно теплое. Здесь также канат толстый. Дно толстое. Яички снизу не промерзают. Плюс там еще самочка с сеносоломы наложит. Вот такие, значит, гнезда. Розовые, голубые, желтые. Обращайтесь, пишите. Высылаем почтой. Все это доходит очень хорошо. Люди довольны. Вот такие вот товары можете приобретать. А теперь идем смотреть канареек и щеглов. Содержание канареек и щеглов в этом году у меня является новшеством для меня, для моего хозяйства. Я ранее никогда не занимался гибридизацией. Но если даже занимался, это были как бы тренировочные такие варианты, которые всерьез воспринимать я бы не стал. В этом году учел все свои ошибки, минусы все учел, плюсы тоже рассмотрел. И, в общем, сделал вывод то, что надо самок. Вот у нас самки и щеглы. Ну, щеглы у меня давно живут уже, где-то примерно месяца три. По поводу, как щеглы тут поселились, я в конце видео, наверное, ну, чуть позже вам расскажу. Значит, зачем я решил совмещать самочек и щеглов? Вот, видите как, щеглы заняли вот ту самую верхнюю позицию, и они там короли. Ну, на то они и щеглы, чтобы там щеголять повыше. Самки же у нас желтые, располагаются ниже. Ну, они еще ниже сходят, кормежка у них происходит на полу. Там у них есть разнотравия, семена. Также у них есть сухая трава. Я запасся сухой травой с семенами в сезон осени. И вот я им бросаю, они очень с удовольствием выбирают там всякие разные зернышки. Так, значит, по поводу содержания общего. Самки, они как бы привыкают к щеглам и в паровку идут лучше. Потому как многими, кто занимается гибридизацией, замечено то, что если самцов, щеглов и самочек-канареек держать вместе, то удачно и более успешно идет паровка, гибридизация. Вот, друзья, кстати, у меня подарочный кенар. Видите, какой он уже стал красивый. Был немножко какой-то непонятный. Но тут он отошел, набрался сил. Немножко пел даже, я слышал. Так, что касается щеглов. Щеглы поселились добровольно в моем помещении. Поскольку сейчас на дворе у нас зима, и с провиантом все хуже и хуже, птицам добывать пищу стало труднее. Я стал подкармливать птиц. Насыпал кормушки, любимые их зерна. Это были семечки, это был мучник. И так эти щеглы ко мне повадились. Прилетала стайка чуть ли не каждый день. Но сперва они прилетали реже, потом стали прилетать буквально каждый день. И я начал потихонечку кормушку, которую они привыкли кормиться, заносить в помещение. В то помещение, в котором они сейчас живут. Допустим, везде снегопад, все засыпает. А кормушка находится в помещении. И щеглы осмелились залетать в помещение. А двери были открыты постоянно. И щеглы залетали, кормились и улетали. И постепенно они стали задерживаться в моем помещении. И потом, когда начались сильные морозы, сильная вьюга. Сейчас я вам покажу, какая вьюга у нас за окном. Вот, друзья, видите, снегопады, снегопады. Хоть тут и есть кормушка, но здесь эту кормушку выедают воробьи до синицы. А щеглам ничего, в принципе, не оставалось. Итак, щеглы поселились у меня в помещении. Вон снегопад какой. Ну вот, представьте себе, кто бы мог подумать. Щеглы освоились, остались в этом помещении. Я отгородил им участок, потому как они, птички, очень любопытные. И стали летать, в принципе, везде. Ну и там, где можно и где нельзя. Я решил, что так будет аккуратненько. А зародил им сеточкой уголочек, так как здесь и остались. Ну и потом подселил к ним канареек. В общем, зажили они. Счастливо. И все у них хорошо. Я надеюсь, весной 2023 года гибридизация пройдет успешно. Если с гибридизацией ничего не получится, то я также открою дверки, щеглы услышат своих самочек щеглих и полетят уже искать себе новых невест. Вот на этом моя история подходит к концу, друзья. Всем желаю хорошего настроения. Кому понравилась история, ставьте лайки. Заказывайте клетки. Заказывайте обязательно гнезда. Гнезда очень удобные. Будут у вас свои собственные птенцы. Счастья будет у вас и добро. Всем пока. До скорой встречи на моем канале.